То, во что это вылилось, что слева можно называть, сражается и не сменится. Привет. Наш ответ. Тым, кому доси надейшлось, что брехати погано, и тем, кто доси верить. На ютубе Украины24 собираем то, что несут они, а уши вянут у нас. Пропагандоны и ее адепты. Депутаты предлагают похищать иностранных чиновников. Скобеева с Соловьевым ничего лучше не придумали и снова взялись за ядерное оружие. Он еще и нахамил Байдену. Кадыров готовит новое видео для ТикТока, Шойгу рекламирует наркотики, а Лукашенко готов предоставить гуманитарную помощь голодающим детям за деньги. Меня зовут Олена Цинтыла. Погнали. Началось в деревне счастья тех, кто вынужден был терпеть загнивающий запад, скрипя скрепы и зубами возвращают взад. В Россию, то бишь, перший пешов, и Ля Медведю вертается домой, бо ему аннуливалы визу в США. Это, конечно, вопрос, что же делал сын бывшего президента самой скрепной страны, которой ничего западного не надо в этих Америках. Но камбэк ту ЮССА в два дня – это новая ваша реальность. Це їхня вам відповідь. У мене ж тільки запитання. Хойз нэкст? Они там беснуются. Вот скобеева мочат. Такое количество людей выстроились в очередь и пытаются помешать специальной военной операции, что надо как-то действовать. А как действовать, не нанося ядерный удар, мы еще не придумали. Стоп, машина-агрегат. Вы ж своим ротом. Тем самым, що и ныне. Казалось, це ж кілька днів тому, що спецоперация – все, віну ждины признать, демилитаризація країн НАТО. А що таке? Неужто по губам надавали? За те, що у Путина спецоперация по плану, неясно, правда, к якому, а скобеева тут Третью мировою объявляє, і заставили рот с милом помыти голову ізнутри. Ну, щоб чітенько по методичке все ключевые слова – специальная военная операция помешать ядерный удар. Часом мені здається, що взагалінай суттєво, що вони мелять. Головне, щоб ключові для Кремля слова в цьому реченні були. Ключове для тих, хто хоче знати все про реальну ситуацію на фронті – на ютуб-каналі 4.5.0. Якісна аналітика, онлайн-оновлення – там стежить за війною в реальному часі підписатися обов'язково для тих, для кого це важливо. Так от, нічого кращого за ядерний удар не вигадали, но раньше он був тактическим і точечним, а сейчас как разрослась буква «Я», хоть Йонетив фамілії Соловьов, і вирішив він раптом, що з Байденом на ти, і натыкав Байдену дуль, як горобцям. Ну, добре, що Байден не знає, що такі дули і хто такі Соловьєв, а страшонки ядерні возбуждають по ходу, ну, тільки тих пропагандонов на «С» Скобеєва, Симоняна і Соловьєва. Джо, говорит Соловьєв, а мы не собираємся бахать по Україні ядерним тактическим оружіем. Якщо ми жахнем Джо, то стратегіческим. І не по Україні, поэтому, Джо, ти себе-то не успокаивай. Неспокійний Джо Байден по цьому поводу отреагував ровно нікак, як і на пропозицію Лукашенко нагодувати американських дітей. Благодійник, меценат, спаситель. Лукашенко, говорит, ми готові американцам помочь в поставках детського питання. Якщо вони хочуть, хоч завтра начнем поставки. І в качеці гуманітарной помощі, я думаю, вони не бедні люди і змогут купити. Щедрая душа развернулась і свернулася. І тут же раскаталась губа під усами. Це ж никак не поймет он, що і рибку с'їсть, і на люстрі покататися, йому, Лукашенку, більше не вдастся. Що це за приступ невиданій щедрости? С. Санкції. Мол, санкції з Білорусі зніміть, а то вон порти Росія заблокувала, в Україні їде в мірі не хватає, зерно привезти не можуть, і олію, а вона потрібна для дачачого харчування, то Білорусь вам допоможе. А ви, ну, не дождетесь. Гуманітарка за деньгів. Люблю таке. Біда. Біда в Росії несеться все ближе к ценностям. К ценностям головного мозга. И речь не только о том, что там объявляют чемпионат помесячным. Мол, принеси больше всех месячных и получи 100 тысяч рублей. И видео вот инструкцию записали. Мне признаться тут даже сказать нечего. Вы себе сами вот этим ответили. Думаете, это в Чувашии? Не-не-не, центральне некуда. В центрифуге пропаганды крутится такой себе депутат Олег Морозов. Пропаганда шоу «60 минут», пропунуя выкрадаты військовых чинову на Киевике едуть в Украину. Це не жарт. В очень недалеком будущем, говорит, поедет какой-нибудь военный министр натовской страны пообщаться с Зеленским на поезде в Киев и не доедет, а проснется где-нибудь в Москве. «Украдем?» уточняет Скобеева. «Да, и вот там уже разберемся, говорит Морозов, кто такие приказы отдавал и кто несет ответственность. Не такая, мол, уже и мифическая картинка. Перегрелся? Пересмотрел? Перестарался? Или нет? Ибо уже начали составлять список тех, кого воровать собираются? Что ж, если в головах на Рыгана, то дальше вы сами видите, к чему это приводит. Медведев, тот, что бывший президент, а сейчас не поймет, кто, яскравый тому приклад. Приклад того, что иногда лучше живете, чем говорить. Спитали у человека про энергетическую и продовольную кризу. Ответил. Это не прогнозы. Это то, что уже случилось. К этому можно по-разному относиться, но можно считать, что всадники апокалипсиса уже в пути и вся надежда только на Господа Бога, на Всевышнего. Такая ответственность, что, конечно, под все там у Росии подходит. Например, что бит повис ты бантыстам, у яких немая чем ликуватые и пломбоватые зубы. Всадники в пути. Надейтесь и верьте. Но Скобеев-то не верит. Правда, непонятно, кому именно не верит. США одобрили поставки РСЗО, способные бить на десятки миль дальше тех, которые сегодня, сейчас есть в распоряжении ВСУ. Байден при этом поставки, можно сказать, опроверг. Но веры Байдену нет. Если их поставят, например, в Харькове, то они достанут не только до Белгорода, но до Курска, до Воронежа, до Брянска и Тулы. Ольга, ну тут такое дело. Во-первых, мы в гробу вас видали. И в прямом, это больше 31 тысячи, но об этом позже. И в переносном смысле тоже. Цели и смысла потратить 6 миллионов баксов, чтобы разбомбить туалет на пляже, как это вы в Одессе сделали, нужно слишком много ума и нелюбви к своему народу, который, простите, в такой нищике живет, что вот так в Ржеве женская консультация выглядит. А вот это дают роженицам в роддоме номер 2 в Твери, чтобы ели. Тобто вынышчите себе сами краще, ниж бы це зробив хтось інший. И, де, аль, но. Мы не хотели воевать, мы не хотели умирать и убивать. И оружие нам нужно исключительно, чтобы защититься от вас. Чтобы защищать себя, свои семьи, свой дом, свою землю и свою страну. От вас, расистов и России. И да, теперь мы хотим победить. И не сомневайтесь, именно так и будет. А почему? А потому. Вы воюете потому что? А мы воюем за то, чтобы жить без вас. А куда мы будем стрелять? Ой, ну, тут мы точно без вас разберемся. Нам чужого не надо, только наше. Кому нам верить, сокрушается Соловьев. Очевидно, что Зеленский считает, что Донецк это его, считает, что Крым это его. Это Соловьев. Все правильно, подтверждаем. Крым это Украина, Донецк, Луганская область это Украина и Херсон, и Запорежье, и Мариуполь. Напомню, это Соловьев, что Крымский мост, Россия. Нуль питань. Береть с собою. Берите его с собой, уносите в Россию. В смысле, не можете. Собачью будку в Россию возите. И вот даже детские покрывала. Завоженные россияне везут до дому вкраденный бойлер, детячий постель и прокрывало с веранды. Все эти вещи узнала жительница Попасная Луганской области Алина Коренюк. Классно. Соловьев, как это увидел, в шоке. Кому верить, спрашивает, учитывая удары по нашей территории уже. Дожились. Пропагандист номер раз запытует, кому верить. У вас там? Никому. Вам там брэшуть. А вот про удары это уже интересненько. Это уже не хлопки и не электрики криворукие и не отрицательный рост экономики по делу. Ой-ой-ой. Началось в Деревне Счастье. И да, вы же влупили твари по Донецку, чтобы сказать, что это украинские военные. Но не вышло. Местные вас расчехлили, дятлов, и расписали. Чего же вы с захваченной территорией стреляете по Донецку? Или там же украинская армия? Скоро будет. Не так швидко, как бы нам хотелось и не так просто. Легко и швидко не будет. Будет боляче и криваво. Но спасибо, что стоите. Украина неодминно повернется. И еще раз. Шчо секундно. Дякую. Моей армии. А вот у них Шойгу призывает не призывать в армию тех, кто потреблял наркотики. Что ж, такой мощной рекламы наркоты в России еще не было. Жгите еще. Не потому ли, шо если наркоманам вычеркнуть пушечное мясо в раз закончится на контракт поклыкалы тых кому за 60 и до 65. Правильно идет изменение, говорит Соловьев, 58 ему. Кто хочет типа воевать, это ребят помоложе, меня и мои ровесники. Плюс у нас молодежи немного, ну у нас же демографическая яма. У вас, Соловьев, яма не лише демографична, а суцильна, але мова не про це. Навище дозволяти тем, кому за 60 в армию идти? Ну, во-первых, это те, кто в жизни ничего не сумел и уже не сумеет, а выплат похоронных в семье хочется. Вот и долбик его, то ли жена, то ли дети, то ли еще какие-то родственники. Не ну а шо? Россия – страна суровая. Они все пытаются себя с медведем ассоциировать, но, как по мне, гиены падальщики. Сорян. Во-вторых, это те наемники, которые в частных армиях служат и те, кто уже уволился. Помните историю про пилота генерала Канамата Баташова, который до 63 дожил, а в Украине и помер. Генералу. Аминь. Ну и еще история, как человек хотел стать красивым, а стал мертвым. 21-речный россиянин из села в Ленинградской области. Хотел заработать на пластичную операцию, поэтому поехал вбивать украинцев. Ховали у цинковой труни и с веконечком. Зрештою, разницы нет. Вся эта их имитация недомобилизации надувна. Как этот надувной солдат в Питере зазывает в мобильный пункт записи контрактников. Список умирять в Украине. Видите, какая очередь. Она есть. Вам так по российскому телеку скажут. А теперь смешно. Терорист Гиркін закликает тех, кого силою кинули как гарматное мясо на передовую, в их расистские недогрупования воювать на всю силу. Призываю к мужеству тех солдат и офицеров Донецкой, простите Господи, народной, простите Господи, республики, которые были мобилизованы, которых загнали в эти ситуации, в которых они сейчас находятся, но которым необходимо сейчас выполнять свой долг. Мясом получилось закидывать только в первые дни, продолжает Гиркін. Сейчас уже не получается, просто потому, что людей не хватает. Возьмут у Кадырова, если тот насобирает. Вот он на ковре. На ковре у Шойгу сразу на платформе, в обуви на платформе. Мы, говорит, предметно обсудили вопросы проведения спецоперации по деноцификации и демилитаризации на Украине, определили дальнейшие пути взаимодействия. Ну, отлично, а то уж мы заждались новых видео боев с жалюзи и шторами. Аминь. Где вставлять слово аминь, забыл российский поп. Вот вам рясоносец, крестом украшенный, целый пресс-секретарь главного московского попа Кирилла, который гундяев. Ведущий Соловьев спрашивает, я могу обращаться? Отец Александр. Так точно. Суромнулась, питаю. Точно так духовники ответить мают? А не с ФСБшники. Или это по религиозным соображениям Владимирская епархия проводит соревнования по метанию гранаты и сборке автоматов. И цей ще, яко Кадылом трусунуло по голове крепко и який ладаном обдышался. Кирилл говорит, мы, говорит, миролюбивая держава и у нас есть прививка от всяких военных авантюр, от всякой способности быть агрессивными. Ага, точно. Неагрессивные московские попы корректировали неагрессивный огонь, неагрессивные артиллерии, неагрессивного российского оккупанта. Слушайте, мне кажется, что черти в аду каждый день для вас придумывают новые котлы. В Евросоюзе тоже не зря хотят включить Гундяева в черный список. У Захаровой припадок. Пусть молятся, чтобы патриарх Кирилл не включил Европейский Союз в ответный. Хотя и без этого записочки о здравии Евросоюза давно никто не подает. Мари, ну, вам записочки тоже не помогают, как видим. Зовите шаманов. Ведь в вашей-то России своим попам не сильно и верят. Больше верят в быков и шаманов. Хакаски устроили обряд с головой быка. Думают, поможет носителям российской военной формы в Украине башкой думать. Да, не поможет, походу. О Донецке, который был и о Деживе, который был, но сломался или переиграл в бригадах и жмурках настолько, что не видит разницы между улыбающимся городом и городом под оккупацией. Я, говорит, приехал в Донецк и увидел своими глазами этот город и понял, что это сокровище, настоящий бриллиант России, человеческого фактора и достоинства героического не сравнимого ни с какой другой человечественной эпохой. Дмитрий, вы вот перепутали слегка. Это же не декорация и не выступление на Оскаре, не сериал. Это остатки классного цветущего города. Таким он был до 2014 года, когда российские оккупанты взяли Донецке и его жителей в заложники. Тут лучше всех ответил вам ваш же пропагандист Киосаян. Наша национальная идея мы не будем такими, как вы. Открытое общество уничтожает человека. Оно позволяет человеку быть любым. Оно снимает с тебя все кандалы приличий. Все, что мешает, это плохо. Вы правы. Вы никогда не будете такими, как мы. Вы не можете быть такими, как мы. У вас сбой на генетическом уровне. поломка, которая, вероятно, никогда не починется. Закрытое общество хочется, так закройте. Роты и двери с того боку, с того боку своей России. Закройте двери и самозапакуйтесь в мешок. Наденьте кандалы, точнее, застегните их еще крепче. Они и так уже выглядят, как ошейники, цепные, псы Путина. коллективного такого Путина, который по всем правилам ученого Павлова дрессирует 140 миллионов. Большинство готовы сами оставаться в кандалахе, чтобы непременно что-то мешало и общество, чтобы было закрытым. Вы не будете такими, как мы. А еще очень круто было бы, чтобы мы забыли, какие вы. Просто забыли, что есть вы. Закройте дверь в свое общество поплотнее, пожалуйста, и не выходите ни из него, ни из себя. И это наш вам ответ. Продолжение следует...